доброго времени суток всем кто зашел в гости хочу сделать тортик сразу скажу тортик экспериментальный это моя как бы ноу-хау я решила упростить то что все делают преддверии нового года а в преддверии нового года все делают торт пень и вначале выпекают корж бисквит режут его напополам допустим чтобы он был продолговатый и все эти коржики скатываются выкладываются один за другим я решила упростить все это есть тостовый хлеб сладкий хлеб как булочка это тоже бисквит по сути говоря но нарезанный есть его немножко раскатать и сложить вместе то будет тот же самый пень только без раскатки без выпечки просто собрать хлеб смазать его заварным кремом пропитать хлеб сахарным сиропом который у меня только что сварился сверху красить шоколадный или как ну или какао из какао сделать глазурь с молока сливок и у меня есть грибочки китайские которые обычно варят вернее готовят но их можно представить сбоку для красоты если не делать шишки ежики и так далее то есть самый простой упрощенный вариант ну за полчаса 20 минут торт можно собрать я делаю крем из флана мне так просто удобнее не делайте тот заварной крем который вам удобен или и сметанный крем какую со сливок что вы выберете пол литра молока даже больше наверное возьму на всякий случай чтобы хватило кремом даже если крем останется всегда можно с фрукты стаканчики сделать один пакетик флана я беру пару ложек фисюль это крахмал чтобы крем было густой и чтобы его было много по так как окончание хлеба коричневые это как раз вот эта прослойка коричневая как мне когда бисквит сворачивает получается внутри желтенькая и боковушка коричневая тут боковушка немножко более плотная поэтому лучше когда крема много чтобы как бы было оттенялась светлый крем и вот эта полоска коричневая и так постепенно значит хлеб чуть-чуть надо будет раскатать смазать сахарным сиропом по желанию и намазать крем затем мы все это сворачиваем один за другим в рулончик заматываем пищевую пленку чтобы немножко постоял и схватился обмазываем нашей какао смесью и представляем грибочки но по желанию сверху ставите шишки ежики все что хотите итак экспериментальный тот торт по-быстрому у тех у кого нет времени да и вообще я как бы хочу упростить эту процедуру все делали одинаково значит так выпили выпили выпекли бисквит разрезали скатали значит в рулончик с кремом и сверху обмазали а я возьму хлеб раскатаю смажу его кремом обмажу какао смесью представлю грибочки сделаю тоже торт за минимальное время и минимальные затраты обычно пакетик флана идет на пол литра я возьму 700 грамм потому что она варится и с крахмалом он станет меньше в размере чтобы побольше было чтоб точно хватило пакетик флана я высыплю горячее молоко и добавлю ваниль пакетик ванили ну и не забыть сахар пару ложек две-три ложки сахара сахара на ваш вкус ну то есть пробуйте пока варится молоком для крема я достала хлеб я не знаю не знаю точно сколько пойдет на тортик поэтому взяла большую упаковку тут 700 грамм хлеба я смотрела маленькая 450 я подумала вдруг не хватит и будет мало лучше хлеб останется всегда можно на утро тосты сделать в молоке поэтому я потом скажу в конце сколько примерно пошло хлеба я буду накручивать этот хлеб и смотреть как увеличился будет размерах мой тортик мой пень сейчас молоко закипит я добавлю пакетик флана и ваниль сварю крем и как только крем будет горячий я буду сразу раскатывать хлеб чуть смазывать сиропом и смазывать кремом и быстренько все это наматывать крем с крахмалом быстро застывает и остывает поэтому надо работать быстро иначе он в том застынет ну в общем то он будет такой густоватый как я делала с грушами кто смотрел и так молоко горячая я высыпаю туда пакетик флана обычно на пол литра идет но у меня будет сегодня 700 грамм чуть больше потому что чтобы точно хватило крема чтобы не получилось что крема будет мало рядом крахмал можно воде можно холодном молоке молоке замочить крахмал развести и буду вливать внутрь крем пожелтел я включила электрический свет у меня темновато но надеюсь видно он так пожелтел немного сейчас он еще провалится чуть и я ввалю крахмал пару ложек крахмала чтобы крем был густой и так мой флан который пожелтел пупенка сверху я вливаю крахмал разведенный в молоке и через минут пять он начнет густеть и будет хороший заварной густой крем если есть комочки можно процедить через сито бывает комочки иногда появляются можно все это процедить через сито чтобы крем был однородный ну вот так лет раскатанный выглядит что будет дальше я буду его сворачивать не верхней частью как он был а нижней частью вверх почему потому что верхняя часть она вот такая вот неровная если поставить она будет как волна мити а если нижняя часть там вся ровная часть вот так она будет сворачиваться и одно на другое накладываться вместе с кремом нижнюю часть либо подрежьте либо просто она постепенно устаканится под прессом веса он будет возможно ровно а можно чуть-чуть подрезать то есть обрезать так ну тогда устойчивость он будет нижняя часть будет очень мягкая верхняя более поплотнее мой крем готов быстренько застывает уже он такой густой еще чуть-чуть и будет совсем густой густой можно уже мазать я решила подрезать низ шляпки чтобы торт выровнять как бы чтобы он был ровный муж эти шляпки не вверх как бы этой булочки она выпуклая и будет может шататься и так напитываем клет смазываем кремом и один за другой за другим наматываем друг на друга но примерно вот так вот я уже намазала и один на другой мы наматываем чем больше крема внутри будет тем больше будет белых прослоек иначе он будет такой вот как бы однотонно коричневый но все-таки я же не корж белый бисквит скручиваю а хлеб поэтому я беру верхнюю нижнюю как бы вот эту кромку коричневую когда в принципе торт уже будет скручен можно сверху добавить заварного крема чтобы сделать прослойки такие желтенькие ну как бы отделить круги немножко коричневые от желтых накатываем шаг за шагом стэп бай стэп толстовый хлеб держит форму можно накатывать значит транш за траншем и дело такого размера как вы хотите пенек растет скажу еще раз если сделать и чем больше чем более густой крем тем более он будет как бы эти прослойки будут видны на пень похож на розочку похож но складывается легко в принципе и так заготовка выглядит так надо завернуть пищевую пленку чтобы он постоял в пищевой пленке сверху я смазала заварным кремом он немножко устаканится и получается это светлые прослойки и коричневая такая полоска я заворачиваю пленку немножко жду заготовка без украшения выглядит так я замотала в пленку если есть каркас форма для тортов можно затянуть я вставила форму но мой торт чуть-чуть отстаёт от крыльев поэтому не получится его так хорошо зажать но есть у вас будет как раз по краям вы зажмете он и так постоит он не разваливается там пленкой затянула скажем так мой пень будет лесной у всех пень как с лесозаготовки когда распиливают ровненько и срез хорошо виден то есть пришли на лесозавод да вам срезали срез сделали пенька и он такой красивый а у меня лесной пень он же бывает неровный правильно поэтому так и выглядит крема было много 700 грамм но я мазала сразу горячим надо было чуть подождать чем остывает и гуще тем больше прослойка крема будет и так и что еще тут грамм 200 осталось можно делать на 500 600 грамм у меня было 700 плюс пол стаканчика еще крахмала можно в принципе готовить шоколадную глазурь потому что тортик держит форму он не разваливается пока он постоит немного в пленке я как раз делаю шоколадную глазурь и она остынет моя форма 18 сантиметров и пошло тостового хлеба булочки вот эти 700 грамм берем делаем шоколадную глазурь чем будем обмазывать наш тортик сливки или молоко 70-100 грамм я возьму 100 грамм молока полторы ложки какао масло грамм 30 ну и конечно пару ложек сахара молоко масло сахар какао для пол более черные можно шоколад черный использовать если хотите чтобы маска была более темная я добавлю чуть-чуть черного шоколада будет более светлый ваш пенек или темный от вас зависит я добавлю черный шоколад почти готово у меня более темный рельеф будет и если посыпать сахарной пудрой будет красивее для меня украшение на ваш выбор у меня вот грибочки китайские шишки или ежики есть натуральная елочка розмарин можно использовать и ноги эти грибы легко отделяются они чуть покрупнейшими ноги те слишком тоненькие ну те тоже можно использовать на крайний случай консервированные опята или импровизация с безе и так глазурь с молоком глазурь классическая растопленная на водяной бане мне больше нравится чаще всего я так делаю но на выбор кто как хочет декорируем наш тортик ставим на какую-то подставку у меня как раз такая темная тарелочка как раз после нанесения густой глазури тортик выглядит так но я еще не ровняла вилкой как все делают рельеф так далее это по желанию обмазывайте и делаете рельеф посыпайте сахарной пудрой елочка елочка натуральная грибочки натуральные при нарезке все это можно снять в принципе шоколадный дед мороз станет внутрь шедеврально ну почти но все натуральные грибы натуральные дед мороз шоколадный натуральный и елочка натуральная ну и конечно результат выглядит так в общем тортик на скорую руку я прикрыла свою декорацию чтобы как-то оттенить торт чтобы было его видно уже сзади деда мороза стоят у меня такой вот меня лесной пенек с натуральными грибочками без выпечки без раскатки коржей убрала немножко декорацию что все таки торт был виден вот такой тортик простой в принципе ну в общем кому как хочется если хотите раскатывать коржи и печь есть время заниматься этим можно а можно сложить из того же бисквита но в виде тостового хлеба булочного сладкого добавить натуральные грибочки декорацию натуральную елочку или розмарин использовать шоколадный дед мороз и вот вот такой мой тортик новогодний заходите в гости не забывайте подписывайтесь не стесняйтесь и до новых встреч на моем канале крем на ваш выбор у меня был заварной можно сметаной сделать